Для того, чтобы попытаться каким-то образом вдохновить молодых хирургов, которые занимаются лечением рака, для того, чтобы определить их особую роль, я попытаюсь ответить на этот сложный вопрос, который задала мне Айша, когда позвонила мне. Попытайтесь сказать людей, что отделяет хирурга-онколога и общего хирурга. Как уже сказал мой друг, мы должны начинать с определения, что такое общий хирург, какова разница. Если вы посмотрите на веб-сайт различных хирургических обществ, хорошее определение дается в Американском Совете хирургии. Это широкий спектр мероприятий, которые включаются в то, что мы называем общей хирургией. Конечно, эта хирургическая онкология также туда включена. Но что касается дополнительных знаний, то видите различные дисциплины, но онкология здесь не написана. Вы не видите никакого слова, которое было бы связано с онкологией. Здесь и дополнительные навыки настолько многочисленны. Вы должны знать физиологию, патологию рака, но это не включено. Если вы посмотрите на европейскую точку зрения, относительно того, что такое общий хирург, это организм европейского сообщества, который дает вам сертификат, что вы хороший хирург, общий хирург. И, конечно, они определяют хирургию как широкую специальность. Широкая специальность – это значит, что нужны знания в различных областях и дополнительные навыки в разных областях. Но, опять же, нет онкологии. И это очень странно, что в земле, где очень много раковых случаев, нет такой подспециальности, которая была бы выделена, что касается нашей идеи лечения рака операций. Но существует общество, которое существует не очень долго. Самое древнее общество – это Американство, общество хирургической онкологии. То есть это новое название старого общества, которое были созданы хирургами, которые оперировали в раковых центрах, которые существовали за менее десятилетия. И ВЕСО в Европе, и теперь есть хирургическое общество хирургической онкологии в многих странах. Например, Базен, Рейден, Кейсы очень активно работают в Корее. И у них есть свои собственные журналы, которые имеют высокий рейтинг, и они публикуют статьи по хирургической онкологии. Что такое хирургическая онкология? Для того, чтобы вы были хирургом-онкологом, вы должны получить три медали – знания, специальные знания, навыки, специальные навыки для лечения рака и обстановка. То есть где вы работаете – очень важно. И я скажу вам, почему. Первая медаль – это знания. И, конечно, это данные, которые определяют, что в странах и на тех местах, где высокий уровень публикации по раку, которые пишут хирурги, результат лучший. Вы видите две разных таблицы, потому что в США много публикаций. Извините, он ушел от микрофона. Нельзя стоять спиной к микрофону. Вы видите, что тесный взаимосвязь между качеством и числом публикаций по раку, которые опубликовали хирурги, онкологи. И поэтому это было определено. Это наблюдалось. Вот такие специалисты, когда начинали какие-то общие мероприятия для того, чтобы определить возможные глобальные программы для обучения хирургов-онкологов. Хирург-онколог, вы знаете, это знания, это навыки. И пример особых навыков – это то, что я или мой друг, как эксперт хирургии, чтобы мы могли идентифицировать такие суперпредметы, которые важны для хирургии рака. И если человек этого не знает, то он не сможет получить хорошие результаты. Важно не только удалить орган и узлы, надо использовать специальные принципы. Конечно, это принципы, не должны быть гипотезами. Каждая хорошая гипотеза должна быть продемонстрирована, как мы уже говорили раньше. Существуют клинические испытания, которые зарегистрированы, которые пытаются продемонстрировать эти принципы. Конечно, если вы посмотрите на клинические испытания по лечению рака, 95% клинических испытаний не включает хирургов. Три из этих пяти процентов включают хирургию в мультидисциплинарном исследовании. И сравнение результата только 1% этих испытаний – это хирургические испытания. То есть нет культуры хирургической онкологии. Как я уже сказал, общий хирург, который занимается раком, он хочет показать результаты исследования, и необходимо определить лучшую возможность проводения операций. Здесь я говорю о следующем. Я определяю специальные перегородки, мембрамы. необходимо плоскости определить, не только удалять узлы через жировую ткань, но удалять вот этот целый мешок, который включает эти узлы, очень деликатно, не только для отсутствия травмы, но для того, чтобы излечить больного радикально. Мы это обсуждали уже ранее. И обстановка знания, навык обстановка. Очень важно, где вы работаете, потому что это просто пример того, что происходит в области лечения рака толстой кишки. Это РИМ, это моя больница. Если вы посмотрите на число случаев, которые пролечены, это коллектальный рак, то большое различие здесь. Это большая разница основана на том, что лучшие технологии в основном используются там, где большой объем. То есть чем больше уровень лапароскопии, он сконцентрирован в таких центрах, где большой объем работы. И, конечно, самые лучшие результаты находятся в больницах, где очень много специализированной бригады работает. Концентрация специализации дает лучшие знания, дает лучшие знания, дает возможность продемонстрировать свои гипотезы. Поэтому существует очень четкая корреляция между централизацией и результатами. И кто продемонстрировал это? Наши друзья из Скандинавы, из Голландии, из этой части Европы, где регистры действительно существуют в течение многих лет. Поэтому все считается, все регистрируется. И регистрирование результатов тех случаев, когда мы проводим эти исследования в центрах, результаты поразительные. И, конечно, они публикуются. Нам необходима централизация для того, чтобы иметь знания и навыки для того, чтобы использовать много дисциплинарный подход для лучшего лечения пациентов. Не потому, что мы просто знаем, что надо делать, но мы подготовлены, мы обучены этому. Там, где есть централизация и концентрация, высокое количество случаев, вы структурирули многодисциплинарную команду. И такая многодисциплинарная команда обеспечивает качество клинических работ. Каждый этап – диагноз, вмешательство, постоперативное обсуждение. Эти обсуждения очень важны. И это ключ к получению лучших результатов. И что бы мы хотели подчеркнуть, это то, что хирург должен быть лидером в этой многодисциплиной команде. Пока мы не понимаем, что мы должны составлять группу людей, которая будет определять вот эту хирургическую онкологию, будет очень сложно возглавлять эту команду. И я не хочу, чтобы другие специалисты определяли наши случаи, принимали решения, и потом давали задание хирургу как технику что-то удалить. Я думаю, что мы должны играть роль в этом. Прежде всего, мы должны учиться, как мы будем оценивать свои результаты. Это очень сложно, это нечасто делается, но мы должны измерять наши результаты. Мы должны стать хирургами-онкологами, и мы впервые сами должны себя критиковать. Мы должны возвращаться к данным, посмотреть, что мы сделали, и критически пересмотреть все, что мы сделали. И таким образом мы должны добиться, чтобы выживаемость была выше, и чтобы было больше операций. Это не фазы, это не фразы, идеи, это просто данные, и необходимо, чтобы у нас была такая стандартная культура, и будут лучшие результаты для пациентов. Почему? Потому что мы создаем такие стандарты. Если вы посмотрите, допустим, на ректальный анастомоз, вы увидите 7,5%. Обычно вы спрашиваете, почему мои друзья в другой больнице имеют 5%. Поэтому вы должны опять пересматривать свои движения, свою среду и свои знания. И таким образом, мало-помалу, вы улучшаете свои результаты, и вы достигаете 5%. Это эффект стандарта. Это не идея. Это было продемонстрировано в Голландии. Вы знаете, что до и после они решили измерять результат по используя хеморадиацию, химию и облучение до операции. Результаты были прекрасны. Но после публикации результаты они увидели, что они не только хороши в центрах, где проводились исследования, но поэтапно все другие центры использовали ту же самую процедуру, потому что были стандарты, они соблюдали эти стандарты. Поэтому здесь есть такая волна знаний, которая дефонтируется, в хирургической онкологии, когда они оценивают свою работу. Среда очень важна, потому что знания распространяются, знаниями делятся, и очень много важных требований, которые необходимо соблюдать, для того чтобы получить самые лучшие результаты. Мы должны определять их, описывать их и пояснять их в наших больницах, в раковых центрах, в центрах большого или малого объема требований. лечения рака должны быть не только в наших руках, когда вы знаете, что необходима дискуссия в многодисциплинарной команде, очень много специалистов лечат одного пациента. Конечно, в этом случае вы получите самые лучшие результаты. И так, вы уже видели этот слайд, это ключевая ценность хирургической онкологии, интерес пациента в центре, но одновременно мы, конечно, не хотим, чтобы мы были техниками, и чтобы нами руководили другие специалисты. Но это очень четко, как много обществ по всему миру в 2015 году. Это был прекрасный фильм, который подготовило бразильское общество хирургической онкологии. Они входят в европейское общество в настоящее время. Идея в том, что мы должны повысить информированность публики, политиков, что хирургическая онкология не должна оставаться в руках только хирургов, которые удаляют орган. Необходима такая общая культура и лучше, чтобы пациент знал, что хирургия рака – это особая отрасль. Это один из методов. Вот короткие такие фильмы, видео и активность. Не только распространяете информацию среди хирургов, но и среди широкой публики и политиков. Мы проводили исследования некоторое время назад для того, чтобы определить, действительно ли это рассматривалось как специальность. Мы проводили обследование по 24 странам, и мы увидели, что половина этих обществ, хирургов, онкологов, имеет разные аккредитационные системы, у них есть центры рака, в некоторых странах это территориальные сети, но всегда разные органы проводим аккредитацию, иногда медицинские советы, министры, кто здравоохранительный, или региональные правители. То есть нет однородности, и признание этой профессии, де-юре, очень низкое с юридической точки зрения, и необходима программа обучения для того, чтобы получить аккредитацию, как хирург-онколог, и программы совершенно разные. Мы говорим об Евросоюзе, поэтому здесь вы видите, что готовка разная, не только в Европе, разная продолжительность, разные специальности, предметы, и когда мы смотрим на вот такую вариабельность в этой работе, мы видим, что значительная гетерогенность при знании профиля этой профессии в разных странах. В 60% этих стран хирургической онкологии практически не существует, и очень различные академические специальности, и существует медицинская онкология, радиационная онкология. Я знаю, что радиационная онкология в России не признается как специальность, но во всех других странах мира она признается, медицинская онкология признается, а хирургическая онкология не признается. Поэтому мы пытаемся работать для того, чтобы создать восприятие культуры, глобальные учебные программы по хирургической онкологии, и мы находимся в Совете по сертификации, но, конечно, мы не можем дать аккредитацию все, допустим, каждой хирургии, колоректальной хирургии, хирургии ракомолочной железы и так далее. Мы пытаемся понимать, что нам необходимо для того, чтобы обучить, подготовить людей. Мы работаем вместе с американским обществом СССР, которое было создано 2 или 3 года назад. Это глобальный форум. И мой друг Чан Факан руководит этим проектом. Мы пытаемся объединиться с 2017 года. Иногда мы собираемся, чтобы сделать что-то на глобальном уровне и расти. И мы встречаемся регулярно. И что интересно, что после того, как мы опубликовали вот этот снимок, была революция среди женщин. Да, они говорили, а тут все мужчины, а где женщины? Мы не хотим, что... Плохо, что нет женщин. Опять же, была проблема. Поэтому мы пытаемся здесь включить людей различного пола, различных рас, группа Райтюд. И мы также обеспечиваем разнообразность, как СССР. Ну, конечно, у нас есть прекрасные женщины и молодые люди. Я думаю, что кто-то поговорит потом об этом после меня. Это прекрасная сеть. Это и люди, молодые люди могут создавать сеть. Они легко это... И они освобождают эту идею. Я хочу показать вот этот слайд, потому что Айши здесь, Андрей Схе. И они также очень хорошо достигают результатов, результатов создавая сетей, потому что они не должны быть лидерами. Им не надо быть лидерами, когда они проводят исследования. И, в общем-то, они работают на равных. Это пример прекрасной работы, которую они только что проводили. Они собирали данные, работали по различиям национальных базах из Португалии, России, Италии. И если у нас есть время, у вас есть время, пожалуйста, посмотрите это исследование, чтобы понять, как я прав, когда я говорю, что молодые люди в этом молодом обществе играют очень важную роль. У нас есть курсы, как вы видели. Мы всех вам приглашаем на курсы по специальности. И мы пытаемся создать в нашем комитете по образованию продвинуть идею хирургической онкологии. И очень хорошо, что я принимаю участие в этих курсах. В этом году очень много молодых людей приезжают, обмениваются идеей, они участвуют в этих мероприятиях. Я думаю, что это самый лучший способ развивать нашу деятельность. И опять же, я завершу свой доклад от лица итальянского хирургической онкологии. Может быть, это один из отцов хирургической онкологии. Мы должны быть не только общими хирургами, мы должны заниматься раком, поэтому мы должны чувствовать, какое бремя находится в наших плечах, и мы должны перейти от максимальной хирургии к минимальной, эффективной хирургии, сохраняя анатомию, и, может быть, даже улучшать тела людей, которых мы оперировать. Не только убирать органы, но улучшить качество жизни. Хирурги должны действовать не только как техники, но как ученые. И биология вмешательства, вот как я это называю, большое спасибо за то, что меня послушали. Я надеюсь, что я не утомил вас этими теоретическими посылами, и я с удовольствием заслушаю молодых людей, которые меня сегодня пригласили, и я благодарю вас за эту презентацию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!